Ресурс планирование ресурсов Смысл здесь состоит в чем? У нас в компании есть самые различные ресурсы, материальные, финансовые, производственные мощности, кадровые ресурсы и мы должны так спланировать деятельность нашего предприятия, чтобы эти ресурсы использовались в оптимальной комбинации. Конечно, легко сказать, сложно сделать, но определенные возможности по оптимизации 1С и РП нам дает. Сразу хочу вас предупредить, что вообще классически все РП концепции, они чаще всего рассматриваются как толкающие, то есть мы определяем объемы продаж, объемы производства и дальше все свои действия подстраиваем именно вот под этот механизм. Но это не исключает и использование тянущей концепции, то есть когда мы подстраиваемся под конечного потребителя и делаем ровно то, что он хочет. И в принципе в 1С и РП можно комбинировать эти два подхода. Они могут пересекаться, сливаться, но на практике, конечно, надо стратегически сделать выбор и понимать, тянуть вы будете или толкать. То есть когда мы говорим о концепциях и РП, то мы можем с вами построить вот такую вот схемку. Эта схема показывает, как развивались и совершенствовались вот эти вот концепции РП. И вот сейчас мы с вами по этому, по этим ступенечкам попробуем пробежаться. Наиболее древней концепцией РП-систем является система МРП. Расшифровывается это как, так, что-то прискочили, по-моему. Расшифровывается это как Material Requirements Planning, планирование потребностей в материалах. На самом деле, да, и существует параллельная ей концепция, которая называется DRP, Distribution Requirements Planning. Значит, что такое Material Requirements Planning, в чем состоит ее смысл? В принципе, смысл вот этой вот концепции Material Requirements Planning очень простой. Это, грубо говоря, автоматизация работы службы снабжения производственного предприятия, именно производственного. Если мы говорим о предприятии, которые занимаются торговлей, то это уже будет DRP. Такое тоже есть. Значит, исторически это были такие очень простые программки, которые делали что? Значит, в них закладывали план выпуска, план производства. В них закладывалась структура продукции, в них закладывались имеющиеся остатки, в них в эту программу закладывались заказы уже размещенные, то есть что, когда поступит. Программа это все переваривала и выдавала свои рекомендации, что именно нужно дозу купить, в какие сроки, возможно, какие корректировки в имеющихся заказах нужно сделать. В принципе, все достаточно простенько. Но вот тут вот надо понимать, что эта программа, программа этого класса, они давали очень серьезное облегчение в том случае, если речь шла именно о производстве, причем о сложной структуре готовой продукции. Бывает ситуация, когда продукция там состоит из модулей, модули из узлов, узлы из-под узлов, и по сути дела надо построить вот такое вот обратное дерево. То есть, если мы хотим 10 штук готовой продукции получить 30-го числа, то там 28-го надо будет, чтобы у нас было 10 штук модуля А, 10 штук модуля Б, 10 штук модуля С. А там по модуля нам потребуется еще за 3 дня, то есть где-то там 25-го числа, 10 штук узлов А1, 10 штук узлов А2, ну и так далее, и так далее. И вот это вот все разворачивается, причем разворачивается до исходных комплектующих или исходного сырья. Причем тут надо понимать, что такое дерево, оно же на каждый день строится, они накладываются друг на друга, разные комплектующие могут потребоваться на разных этапах в разных количествах. В результате мы получаем, ну это делалось в свое время, ручками, то есть такие таблички рисовали, и получались они едва ли не размером с комнату. Вот, и понятно, что здесь есть очень много вот такой вот тупой, нудной работы, то есть именно то, что нужно свалить на машину. С DRP, конечно, проще, потому что там структуры вот такой нету, но вы понимаете, что вот провести такой учет, что есть на складе, что когда поступит, что будет расходоваться, и что в результате надо закупить, если у вас номенклатурных позиций там несколько тысяч, там тоже вот такой нудятина, будет очень-очень много. Это как раз то, что надо свалить на компьютер, это сваливали, и, в общем-то, эффект был достаточно удачный. То есть эти программы, программы этого класса очень облегчили жизнь. Вот, как это реализовано в 1С и РП. Давайте я переключусь на программу. Сейчас давайте поделимся экраном. Ну вот, значит, смотрите, где это находится в 1С и РП. Значит, вообще говоря, если вы залезете в управление производством, то вы увидите, что вот здесь планирование производства может происходить по материальным ресурсам. Это как раз концепция МРП-1, то есть просто МРП. И чуть позже мы с вами еще взглянем на планирование по материальным и производственным ресурсам. Это будет уже концепция МРП-2. Ну, о ней мы чуть позже с вами поговорим. В чем состоит смысл? Когда вы настраиваете производство, вы оформляете так называемую ресурсную спецификацию. Наверняка она вам знакома. И в любой ресурсной спецификации существует такая закладочка, как материалы. Ну, вот здесь, например, вы видите, что используется доска сосновая. То есть таким образом мы с вами задаем структуру готовой продукции. Естественно, программа может и работать с полуфабрикатами, она может их разузловывать. И когда вы уже создаете непосредственно документ, управляющий производством, то есть это заказы на производство, в этом заказе обязательно указывается ресурсная спецификация. И когда дальше происходит... Ну, давайте мы с вами перейдем в какой-нибудь заказ. Вот этот, например. Когда мы дальше осуществляем производственное планирование, программа просчитывает реальные даты, когда может быть осуществлено это производство. Здесь используются разные варианты. Вот, ну, в данном случае ошибки там связаны именно с тем, что у нас концепция MRP2. Вот, ну, в итоге она выдаст сроки, когда будет осуществлено производство. И, что самое главное, она позволяет провести диагностику. Ну, пока здесь не запланировано еще. Вот, и в этой диагностике будет показано ограничение, которое есть у этапа. То есть программа учитывает, когда, какая продукция поступит, и в зависимости от этого составляет план производства. Но это работает и в обратную сторону. В этапе производства мы можем... Так, стоп, немножко не то. Давайте сюда вот пройдем. В этапах производства мы можем указать так называемое обеспечение и указать сроки, когда нам те или иные материалы потребуются. Естественно, программа может отталкиваться от тех настройок, которые у нее есть, в том числе и от производственных планов. И в итоге она позволяет работать с вот этой вот потребностью зафиксированной и позволяет, используя вот эту вот зафиксированную потребность, автоматически создать ту же самую закупку. Значит, мы можем создать заказ поставщику на основании потребности. Тем самым при вот этой вот этой работе программа проанализирует, какие существуют зафиксированные потребности и предложит нам... Так, вот далее еще нажму. И предложит нам разместить новые заказы. Ну, вот, значит, видите, здесь программа как раз идет, программа как раз идет анализ, она видит имеющиеся потребности. Обратите внимание, что она еще и проверяет, сколько таких номенклатурных позиций есть на складе, в пути, можно ли это закрыть уже имеющимися возможностями. Вот, в принципе, это и есть МРП. Значит, сразу хочу вам сказать, что вот этот вот механизм, он в программе универсален, и речь идет не только о... снабжении производства. То есть вот эти вот связости, они могут работать и для продаж. То есть, по сути дела, это вот такой универсальный механизм, который относится как к МРП, так и к ДРП. Так. Значит, давайте я пока трансляцию прорву. Значит, и вернемся к слайду. Значит, что еще? Вообще, вам может встретиться еще такое понятие, как МРП с петлей, то есть с обратной связью. Значит, ну, по сути дела, я это вам уже показал. То есть, в том случае, если вы принимаете какие-то решения по МРП, то при последующих решениях принятые тоже будут учитываться. Вот эта вот последняя колонка по обеспеченности, которую я только что вам показал, это, по сути, и дело, и есть вот эта самая обратная петля, обратная связь. Так. Значит, что произошло дальше? Значит, дальше, естественно, желание. Значит, снабжение мы автоматизировали, и хочется автоматизировать службу производственного планирования. И отсюда появилось понятие Capacity Requirements Planning, планирование потребностей в мощностях. И вот, если мы вернемся к схеме, МРП и CRP при объединении дают МРП-2. Значит, 2 – это просто, чтобы с просто МРП не путать, а расшифровывается эта двойка немножко по-другому. Так, расшифровывается двойка немножко по-другому. Manufacturing Resource Planning – планирование производственных ресурсов. И когда стали создавать вот эту вот систему планирования потребностей в мощностях, наткнулись на следующую проблему. И она, в общем-то, актуальна и по сей день. С точки зрения алгоритма, используемых алгоритмов, CRP – это задача принципиально более сложная, чем задача МРП. И довольно долго мощностей вычислительных у компьютеров просто не хватало, чтобы действительно искать какой-то оптимум у достаточно сложной производственной модели. И, в общем-то, такие ограничения, они во многом действуют и по сей день. И, на самом деле, большинство CRP существующих, вот, в том числе и 1SRP, они носят, по сути дела, не расчетный характер, а тестовый характер. То есть программа чаще всего не считает оптимальные потребности в мощностях, оптимальное использование там каких-то каких-то производственных ресурсов. Она проверяет. То есть создается какой-то базовый план, смотрит, что из этого, в общем-то, выйдет, и дальше уже начинают вручную как-то вот этот производственный план править. Как это выглядит в 1SRP? В 1SRP для реализации концепции... Для реализации концепции... Так вот. Для реализации концепции CRP есть вот какие механизмы. Ну, во-первых, мы с вами можем задать рабочие центры. По сути дела, рабочие центры – это, ну, чаще всего какие-то перерабатывающие устройства, станки, хотя с другой стороны, вот таким вот рабочим центром может быть какой-то специалист, который тоже обладает каким-то ограниченным рабочим временем, вот. И, соответственно, может учитываться как ограничитель в системе управления. Значит, мы можем создать рабочий центр, мы можем указать, что он является ограничителем, что у него есть какая-то доступность. Мы можем указать, что этот... Давайте, наверное, я просто уже имеющийся возьму. Так. Вот. Мы можем указать, что этот рабочий центр учитывается как ограничение. Мы можем задать какие-то дополнительные нюансы, связанные с производственным планированием. Более того, мы можем там запустить параллельное использование какого-то рабочего центра, то есть когда рабочий центр используется сразу несколькими заказами. В итоге мы получаем некое доступное время. Естественно, это доступное время может быть тоже скорректировано вручную, но мы задаем вот в этой обработке доступное рабочее время для любого оборудования, которое у нас есть. И дальше при планировании программа будет учитывать вот эту вот доступность рабочего центра. Ну, это все настраивается, там, скажем, не во всех подразделениях это может работать, но, в принципе, этот функционал существует. Ну, а дальше при планировании этапов... Так, давайте сейчас я снова сюда переведу. Вот, при планировании этапов, значит, программа точно так же посмотрит, в какие сроки можно выполнить этот производственный этап с учетом загруженности. Но здесь есть еще один нюанс. Вот это вот уже относится к такому вот полуавтоматическому работу, полуавтоматической работе с функциями CRP. Мы можем включить планирование модели и попробовать построить заказ, исходя из того, что мы отключим какие-то стандартные ограничители. Ну, например, мы можем посмотреть, что будет, если у нас не будет ограничения по оборудованию или не будет ограничения по времени работы или не будет каких-то других заказов. Вот. И это позволяет нащупать причину, по которой мы не укладываемся в график. Ну, а дальше у нас, в общем-то, существует только один способ, ну, точнее говоря, два способа, с помощью которого мы можем этот график выполнения поправить. Мы либо можем в любом этапе указать вручную предполагаемые сроки производства, либо мы можем попробовать поиграть с приоритетами заказов. Мы сюда выходили через рабочее место управления очередью заказов на производство. В принципе, программа, она всегда работает в рамках этой очереди и предполагает, что она планирует сверху вниз. То есть сначала она запланирует первый заказ в очереди, потом второй, потом третий, ну и так далее. Естественно, место заказа в очереди мы можем с вами поменять. Ну, вот, наверное, то, что у нас по CRP есть в 1С и ERP. Сразу хочу предупредить, что, конечно, я здесь вам все показываю очень поверхностно. И вопрос планирования производства, тем более на уровне ERP-2, вот, это вопрос достаточно сложный. Это явно не на один вебинар. Это такой полноценный курс обучения, на самом деле. Так, ну, давайте мы с вами вернемся к нашему слайд-шоу. Вернемся к нашему слайд-шоу. Так, какой-то вопрос появилось. Так, значит, ну, давайте я прочту. То, что вы показали в 1С, это все неплохо, но только для крупных компаний, у которых заказ на производство длится несколько дней или месяцев. У нас начало старта наряда и окончание планируется с точностью до ни минут. Работа по наряду длится иногда всего несколько минут, учитывается с точностью до секунды. Вот инструментов для этого до сих пор нет на рынке. Ну, вообще говоря, вообще говоря, есть. Раз вопрос задан, давайте я еще раз переключусь. Вообще, в 1СРП существует такое понятие, как операция. То есть любой этап, ну, этап это, по сути дела, что это задание цеху. Любой этап может быть раскручен до конкретной операции. Ну, вот, давайте сейчас попробую найти что-нибудь. Вот, до конкретной операции. И вот эта вот операция действительно фиксируется с точностью до 1 секунды. Вот, отмечается момент выполнения, момент завершения. Вот, и это действительно вот каждый чьих работника, значит, вот здесь отмечается. Да, здесь возможно планирование до минуты. Можно это сделать. Вот, в 1СРП это называется модулем МЕС. Ну, значит, еще одно страшное слово из трех букв, которого у нас в теме нет. Manufacturing Ecclusive System. Вот, но сразу хочу сказать, что такой подход, он существует, конечно, но он оправдан далеко не всегда. Вот, и я не могу с вами спорить, да, вы же свои потребности, связанные с производством, понимаете, намного лучше, чем я, я даже не знаю, чем вы занимаетесь. Вот, но чаще всего вот такой вот подход, когда действительно каждое действие фиксируется, используется, используется в том случае, если есть какие-то автоматизированные средства фиксации. То есть, ну, нет смысла там заставлять каждого рабочего там все время лезть и нажимать кнопки в системе. Чаще всего это вот какие-то, какое-то автоматизированное оборудование работает. Но тут, значит, скажем так, я не настаиваю на своей точке зрения в данном вопросе. Так или иначе, функционал вот этот есть. Более того, в системе существует и возможность планирования не только этапов, но и планирования операций. То есть, их можно там раскидать по конкретным рабочим местам в зависимости от того, как уже конкретные рабочие места у вас свободны. То есть, не по общему времени, а именно по занятости конкретного рабочего. Вот, учитывается там переключение между работами, там затраты на переналадку. То есть, в принципе, это есть. Хотя я не могу сказать, что я видел много проектов, связанных вот именно с МЕСом. Кстати говоря, существует и отраслевая конфигурация, 1СМЕС, она, по-моему, так и называется. Но ее не пробовал, поэтому брать не буду. Поэтому решение есть, но, значит, скорее всего, если мы будем говорить о практическом использовании, они будут нуждаться в притирке, в доработке. То есть, они не будут работать из коробки. Но это как бы общая беда, потому что любая система ERP-класса, она требует донастройки и подвязки к бизнес-процессам предприятия. 1СРП – это вот очень хороший пример того, что можно получить из коробки. Но даже 1СРП, при том, что теоретически ее можно просто поставить, включить и начать с ней работать, вот, просто, так сказать, хорошо ее зная, понимая там, где какие кнопки находятся, где какие галочки ставить, даже она требует определенных усилий по привязке и доработке. Вот так. Ну, что, давайте дальше пойдем. Так, дальше. Это мы посмотрели, это мы посмотрели. Значит, существует аналог MRP-2, DRP-2, Distribution Resource Planning. Distribution Resource Planning. Планирование ресурсов дистрибьюции. Ну, вот этого, по большому счету, DRP-2, в 1СРП нет. В 1СРП нет. По сути дела, здесь предполагается, что система при формировании того же плана закупок должна учитывать какие-то дополнительные ограничения. Ну, например, размер склада. Да, склад не резиновый. Вот. Мы для того, чтобы там, не получить проблемы, мы должны учитывать, что там, не всегда мы сможем что-то закупить, просто некуда поставить. Более, наверное, частый вариант, связанный с дистрибьюцией. Дефицит оборотки. Если кто-то из вас когда-то, значит, сталкивался с проблемами закупок, вы должны знать, что денег обычно на закупку не хватает. Значит, их не хватает на закупку всегда, потому что хотелки всегда больше возможностей. И вопрос идет не только в том, что вот мы возьмем и весь наш ассортимент возьмем и прижучим, весь там, выполним на 80%. Надо как-то его так вот разумно прижучить, чтобы эффект был получше. Ну, вот это вот 1SRP, к сожалению, делать не умеет. Хотя, тут сразу же есть одна оговорка. В системе 1SRP существует очень интересный модуль. Мы его там сегодня смотреть не будем. Это модуль бюджетирования. Он очень гибкий. И, по сути дела, вот в плане расчетном он позволяет ввести любые начальные значения. Можно зафиксировать какой-то максимальный объем склада. И дальше строить бюджет, скажем, пополнение склада, бюджет не финансовый, чисто количественный, исходя вот из этого ограничителя. То есть, на самом деле, с использованием подсистемы бюджетирования учудить можно очень много интересного. Вот. В том числе и не связанного с бюджетом непосредственно. То есть, это вот такой очень гибкий механизм, который в 1S существует. И вот когда речь идет о каких-то вот таких доработках, когда очень не хочется лезть внутрь программы и что-то там подвязывать к ней, и вот можно попытаться выкрутиться через подсистему бюджетирования. Так, ну, ладно, поехали дальше. Дальше у нас что? Давайте я схему покажу. Дальше добавилось FRP, да, и мы, в результате, получили ERP, да, ERP, Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning, вот, ну, плюс еще FRP, да, Finance Resource Planning. Но считается, что это понятие, оно применимо как к производству, так и к сбыту. Как производству, так и к сбыту. Что у нас здесь, что у нас есть по данному вопросу? Так, значит, здесь, ну, во-первых, напоминаю, что существует подсистема бюджетирования и планирования, которую можно очень активно использовать именно в плане ФРП. Вот, но на самом деле, помимо бюджетирования, существуют определенные моменты, связанные с ФРП. В частности, я хочу вам сказать, что существует в 1SRP такая система, как платежный календарь. Эта подсистема позволяет оперировать счетами предприятия, прогнозировать приходы и расходы, точнее говоря, используя прихода расхода, прогнозировать остатки на счетах и диагностировать кассовые разрывы. Это довольно такой многоплановый инструмент, он в разных вариантах здесь присутствует. Вот, значит, вплоть до того, что можно посмотреть, что именно является причиной каких-то сбоев, что именно портит нам картину, можно перебросить с одного счета на другой какой-то платеж, ну и можно запланировать перемещение со счета на счет или конвертацию валюты. Так, значит, что у нас еще тут есть? Еще, вот связанное с ФРП, у нас здесь есть интересная технология, связанная, давайте я вам здесь вот это покажу, с контролем лимитов. вот, значит, программа умеет контролировать расход денежных средств и позволяет заблокировать этот расход, ну, либо просто отследить в случае, если эти лимиты превышены. Здесь есть два подхода, значит, можно формировать отдельные документы, так называются документы лимит расхода денежных средств, либо можно подключить вот это лимитирование к системе бюджетирования. Вот, и в этом случае программа позволяет еще реализовать многоуровневый контроль лимитов, вот, позволяет там дополнительные аналитики использовать в лимитировании, вот, ну, вот это тоже можно отнести к модулю ФРП. Так, возвращаемся. Ну, что, чем дальше в лес, что у нас следующее? Дальше у нас идет CRM и CRM плюс ERP плюс CRM дает CSRP. Что это такое? Да, уже менее известные концепции пошли. Значит, CRM это Customer или Client Relationship Management. Вот, называйте как хотите, в общем-то, это чисто такая языковая разница. Под Customer обычно понимают конечного потребителя, клиент это контакт по бизнесу. Вот, значит, это очень популярная сейчас концепция. Есть очень много отдельных программ, которые основываются на блоке CRM. Значит, в 1С CRP она тоже есть, она засвечена. Вот, хотя сразу же хочу вам сказать, что на самом деле вот эта концепция CRM она очень многоплановая. туда входит очень много подконцепций. В 1С CRP можно говорить о том, что здесь реализована подконцепция MA, Marketing Automation, и концепции CSS, то есть Customer Service Automation and Subpart. Значит, как это выглядит? Ну, как вы видите, здесь есть целый раздел CRM и Marketing. Что значит здесь у нас есть? Мы можем с вами фиксировать маркетинговые мероприятия. Мы можем с вами фиксировать источник первичного спроса. мы можем с вами посмотреть, ну, например, создать маркетинговое мероприятие. Сейчас давайте я посмотрю. Можем создать маркетинговое мероприятие, ну, например, выставка. Это маркетинговое мероприятие позволяет далее подвязать к нему определенные взаимодействия, то есть в рамках программы можно смотреть, кому когда мы позвонили, с кем встречу провели. Можем какие-то задачи ставить, но это уже агонайзеры, к нам не относятся. Самое главное, что когда у нас появляется новый клиент, идет какая-то новая сделка, мы можем фиксировать, откуда эта сделка появилась, или откуда этот клиент пришел. И далее мы можем с вами посмотреть соответствующий отчет. Значит, секунду. Ну, например, можем посмотреть вот этот вот отчет первичный интерес, то есть откуда у нас приходят клиенты. И как вы видите, мы вот этот первичный интерес можем проанализировать по типам источников, то есть это смарт-тейтинговых предприятий от клиентов по каналам интереса, выставка, сеть магазинов, по конкретным источникам первичного интереса. Вот такой вот достаточно простенький анализ, он здесь имеет место быть. Что касается второй подконцепции, здесь есть довольно серьезная функциональность, связанная с работой со сделками, то есть любое обращение клиента мы можем зафиксировать как сделку и далее по этой сделке мы можем идти фиксировать первичный спрос по сделке, потом проверять насколько мы этот первичный срок первичный спрос закрыли, смотреть взаимодействие по сделке, вот, значит, довольно интересная возможность, это вот то, что вы видите, окружение сделки, то есть тут можно посмотреть, какие там дополнительные юридические лица на эту сделку завязаны, на самом деле, вот, здесь в программе вообще была возможность не только по юрлицам смотреть, но и по физическим лицам, то есть там вот реально, да, вот эту теорию шестерку пожатий, вот она была в программе реализована, то есть можно там посмотреть, кто с кем, в каких отношениях находится, строился соответствующий отчет, вот, ну, сейчас вот это вот в программе прикрыли, но, видимо, это вот по причине ограничений там по работе с персональными данными, которые появились, вот, но для юрлиц вот это вот окружение, оно работает, ну и в итоге мы можем посмотреть, там, выиграли или проиграли мы сделку, причину проигрыша, ну и на самом деле можно посмотреть, на каком этапе мы эту сделку проиграли, вот, и в итоге у нас появляется очень интересный отчет, который называется воронка продаж, то есть с помощью этого отчета мы можем посмотреть, на каком этапе мы теряем клиентов, ну и, значит, если у нас идет вот такой вот анализ по этапам, если мы видим, что на каком-то этапе у нас происходит резкое сокращение количества там клиентов, количество сделок, ну это причина для того, чтобы подумать, что именно здесь мы делаем не так. Вот, ну вот, это CRM в программе, вот, давайте, значит, я вернусь назад, что у нас здесь остается, что мы еще не посмотрели с вами, так, так, дальше, да, CSRP, ну, Customer Synchronized Resource Planning, вот, после того, как мы добавляем сюда SCM, мы получаем IRP, что это такое, значит, ну, вообще говоря, IRP, редко встречается вот это вот понятие, вот, а SM, это тоже довольно такая озвученная и популярная концепция. Так, вопрос, так, про блок проекта, вы знаете, вот, блок проекта, там особо ничего не расскажешь. Дело в том, что проект, он в программе, скорее, намечен, как, вот, такой вот, такая вот классификационная единица. то есть, ну, существует такое понятие, мы к проекту можем привязать какие-то взаимодействия, мы по проекту можем ввести этапы, вот, там, смотреть, на каком этапе находится сейчас наша задача, то есть, ну, вот такое задел на проектное управление, но по факту там даже отчетов никаких по проекту нету, то есть, вот это именно такой задел, который дальше при внедрении надо расширять. Что-то сделали, вот, что-то формально есть, но использовать это особо без доработок нигде не получится. Так, значит, что такое SCM? Ну, вот здесь вот я определение вам дал, значит, чтобы было понятно, вот смотрите, классическая цепочка, которая бывает очень часто, да, производитель, импортер, там, какой-то розничный, региональный дистрибьютор, магазин, дальше идут конечные продажи. И вот одна из проблем, которые существуют в этой цепочке, значит, как правило, человек, который сидит, ну, скажем, здесь, он занимается вот этой стрелочкой или вот этой стрелочкой, да, он смотрит свои продажи, он управляет своими закупками. По факту управлять надо не вот этой стрелочкой или вот этой стрелочкой, а вот этой стрелочкой, да, рассматривать весь процесс от исходного сырья и до конечной продажи как единое целое. Это может дать определенные преимущества. Например, страховые запасы можно сконцентрировать где-то, скажем, например, здесь. И в итоге их общий объем снизится. Вот такая концепция существует, но в ERP ее, по сути дела, нет. Частично она реализована уже в ERP УХАУ, ERP Управление Холдингом, хотя бы в плане общей финансовой отчетности. Частично реализация концепции ERP является, концепция SCM является то, что называется интеркомпани. Система, которая позволяет рассматривать товарные запасы предприятия как общие для всех юридических лиц и потом, соответственно, подстраивает реализацию под это. Значит, ну и у нас уже время потихонечку заканчивается. Значит, что я еще хотел вам рассказать в плане задела на будущее. Значит, видимо, вот по этому вопросу у нас будет отдельный вебинар. Это стратегии технического обслуживания и ремонта. Сразу хочу вам сказать, что в рамках 1SRP у нас полноценно реализованы только первые два пункта. То есть существует стратегия rent of area, то есть регистрация каких-то сбоев и их устранения, это в 1SRP есть, и существует PPM, вот, планово-предупредительные ремонты. Да, это тоже можно сделать, а вот предполагаемые сроки ремонта автоматически можно рассчитать. Значит, все остальные позиции тут надо либо изворачиваться, либо дорабатывать. Вот. Ну, я думаю, что по этой темате я постараюсь сделать отдельный вебинар. Ну, и еще одно, значит, в качестве такого последнего штриха, значит, были такие предварительные вопросы по поводу того, как соотносится ERP с общим процессом управления качества. Тут можно сказать вот что. Вот смотрите, в принципе, уровни BPI, они достаточно простые. Да, сначала у нас идет нити-хаус, потом мы долаживаем контроль, потом мы оптимизируем, ищем способы сделать лучше и снизить издержки, потом мы начинаем подстраиваться под внешнюю среду, ну, и дальше это уже мы среду формируем под себя. Значит, по сути дела, внедрение системы ERP, оно дает вот такой вот явный эффект, вот при переходе к пункту 2, пункту 3. То есть, когда вы внедряете ERP, вы действительно можете уйти от хаоса, можете внедрить в компании какие-то бизнес-стандарты. Но я, для чего я это здесь вывел? Я хочу вам сказать, что не надо рассматривать ERP как концепцию, как панацею на все случаи жизни. Во-первых, если у вас понимания о необходимости бизнес-процессов нету, если у вас самих бизнес-процессов нету, ERP может вам даже навредить. Почему? Потому что если у вас хаос, она будет автоматизировать хаос и встанет еще хуже. Естественная реакция. А тогда нам точно надо уходить от хаоса. Возможно, надо, возможно, нет. Дело в том, что если предприятие относительно небольшое, там, скажем, ну, десяток, там, два десятка сотрудников, если все вопросы решаются, ну, буквально на словах, перекритивая друг с другом, да, если в любой момент каждый с каждым может договориться, отсутствие стандартных бизнес-процессов может на самом деле быть и благом, потому что это позволяет компании быть очень дипкой. Вот. Но это, конечно, больше относится именно к, там, микропредприятиям, предприятиям в начале их существования, да. Там, может, вот так вот формализовать и не надо. Вот. И второй момент. Значит, когда вы переходите от третьего этапа к четвертому, вы можете столкнуться с тем, что ERP может стать для вас обузой. И вот с этим надо работать. Почему? Потому что, когда вы ERP запускаете, когда вы привязываетесь к бизнес-процессу, вы, ну, как бы сами себя втистиваете в определенные рамки. Делай раз, делай два, делай три. Это хорошо? Да, это хорошо. Это позволяет вам масштабировать ваши бизнес-процессы. Но это может стать для вас обременением, когда бизнес-процесс надо будет менять. Поэтому, когда заходит речь вот об этом четвертом, тем более пятом этапе, уже, скорее всего, в компании потребуются какие-то специальные подразделения, которые будут бизнес-процессами заниматься, их автоматизировать и менять в том числе и систему. Если нету бизнес-процессов, вот смотрите, здесь есть два варианта решения. Если вы хотите сделать ставку на дибкость и на индивидуальное качество отдельных сотрудников, может, оно вам и не надо. Но в этом случае вы должны понимать, что вы поставите себе определенный потолок на расширение бизнеса. Могут договориться между собой там 5-10 человек. Если у вас 100 человек, они все между собой договориться не смогут. Правила нужны. И вот здесь как раз требуются уже бизнес-процессы и требуется, возможно, система, которая будет этими бизнес-процессами управлять. Так, ну, я закончил. Вопросы, какие у вас появились. Значит, да, проблема с человеческим фактором, безусловно, есть всегда, вы правы. Запись, да, запись будет доступна, конечно. Если вопросов нету, то давайте мы с вами будем заканчивать. Приятно было с вами пообщаться. Приходите еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова